Наши анал-интерес, где похоронят Эрдогана. Реджеп Таип Эрдоган доминировал в турецкой политике на протяжении большей части последних двух десятилетий. Он является наиболее влиятельным лидером в Турции со времен Мустафы Кималя Татюрка, размышляет Майк Рубин в своей статье «На наши анал-интерес». В то время как Ататюрк стремился связать Турцию с Западом, Эрдоган работал над переориентацией Турции на исламский мир. Он построил дворец в 58 раз больше Белого дома, где живет как султан. Именно это может быть его целью, поскольку он все больше предпочитает свою семью партии. Эрдоган требует уважения. Он окружает себя придворными, которые постоянно хвалят его, и сажает в тюрьму тех, кто его критикует. Хотя Эрдоган считает себя нечто большим, чем жизнь, истинная мера того, как турки видят его, станет очевидным только после его смерти. Кончина Эрдогана – тема, вокруг которой все чаще спекулируют турки. 24 февраля Эрдогану исполнится 67 лет. У него были проблемы со здоровьем. В 2006 году он потерял сознание в бронированной машине, вызвав панику среди его отчаявшихся телохранителей. Десять лет назад Эрдоган перенес операцию в связи с раком толстой кишки. В 2017 году он потерял сознание во время молитвы в мечети. Предположительно он также страдает эпилепсией. Эрдоган также не может быть уверен в мирной кончине. Каждый демократ просыпается, зная, когда истекает срок его полномочий, диктаторы просыпаются, осознавая на каком-то уровне, что любой день может стать для них последним. Эрдогану могут быть назначены государственные похороны, но он также может дожить свои последние дни в изгнании. Как турки могут чтить Эрдогана после его смерти? Турция часто относится к своему лидеру после его смерти с большим уважением, чем при его жизни. Турция давно политически поляризована. На протяжении десятилетий партийные банды сражались на улицах. Их лидеры иногда вступали в драку в парламенте, но со временем партийная враждебность к лидерам исчезает. Самой уважаемой фигурой в Турции остается Мустафа Кемаля Татьург, основавший современную республику почти столетия назад. Его мавзолей Аныткабир возвышается над зеленым кварталом в центре Анкары. До стремительного роста Анкары жители холмистого города могли видеть его, как современный Акрополь. Туристы, школьные группы, дипломаты и военные делегации продолжают посещать его и такую же сложную гробницу преемника Ататюрка Эсмета Ининю почти ежедневно. Но Ататюрк не единственный турецкий лидер, удостоенный мавзолея. В 1960 году военные свергли премьер-министра Аднана Мендериса, который руководил Турцией в 1950-е годы, и казнили его на следующий год. Первоначально они похоронили его на небольшом участке в Тене Имрале, тюрмы строгого режима, но в конечном итоге турецкие власти реабилитировали его и построили мавзолей в Стамбуле, где он сейчас покоится. Коллега Мендериса Силал Бояр, который был президентом во время переворота 1960 года и приговорен к пожизненному заключению тем же судом, который осудил Мендериса, отсидел всего три года и умер в 1986 году в возрасте 103 лет. Турецкое правительство удостоило его музеем мавзолея в Бурсе. Одним из самых известных государственных деятелей современной Турции был Сулейман Демирель, который пришел к власти в 1965 году, правил Турции в течение следующих шести лет и трижды возвращался к власти на фоне политической нестабильности в течение следующего десятилетия, а затем еще раз в начале 90-х. Он стал президентом Турции в 1993 году. После смерти он был похоронен в Атабея, городе, где он родился, где турецкое правительство впоследствии построило мавзолей. Тургут Азал, чья правоцентристская партия Родина доминировала в политике Турции в течение десяти лет после возвращения к гражданскому правлению в 1983 году, был похоронен, дважды, с почестями в мавзолее близ дворца Таткапы в центре Стамбула. Эрдоган упивается образом набожного мусульманина, но за закрытыми дверями избегает аскетического образа жизни. В то время как его наставник Некметин Аербакан хотел скромных похорон, в резиденции Эрдогана тысячи комнат, и он будет ожидать гораздо большего. Месть может также запятнать стремление Эрдогана к посмертным подчастям. Эрдоган – самый ненавидимый человек в Турции. Сотни тысяч людей, которых он уволил, посадил в тюрьму или лишил пенсии, нескоро его простят. Пребывание Эрдогана на посту премьер-министра и президента показало туркам и всему миру, что он хрупкий, продажный человек, предпочитающий подавить инакомыслие победе на политических дебатах. На протяжении своей карьеры он не только враждебно настроил многих турок, но и сделал себя персоной нон-грата среди региональных государств и традиционных союзников Турции. Он может полагать, что станет вторым Ататюрком, но посетителей может быть немного. В конце концов, турецким студентам сложно посещать святыни в Азербайджане, Катаре или Сомали. Продолжение следует...